В этом году только на ремонт дорог в области выделено более 30 миллиардов тенге. На эти деньги необходимо отремонтировать 330 километров дорожного полотна. Деньги большие, но не всегда ремонт производится качественно. И это выявляют проверки. Используются некачественные стройматериалы. Дороги строятся без контроля технадзора. Улица Лесозащитная – типичный пример. По улице Лесозащитная проектировщик из другого города так разместил орыки, что они не поместились. Технадзор должен был проверять все реализуемые проекты. Очень часто бывает, что мы убираем ненужные объемы работ и перенаправляем выделенные средства в другие проекты. 8-701-37-6037 – это номер мессенджера WhatsApp Акима Западно-Казахстанской области Галии Скалиева. Сюда он просит отправлять сообщения о коррупционных проявлениях. Очень часто поступают жалобы от подрядчиков со стороны государственных органов, требуют взятки или просят устроить на СУП подряд определенные организации. Мой номер – WhatsApp, плюс 7-701-37-6037. Если кто-то вам будет намекать на взятки, прошу писать мне. Я лично проверяю сообщения. Соответствующие органы быстро разберутся. Что же мешает подрядчикам работать качественно? Слово предоставили представителям строительных компаний. У нас цены в два раза, в три раза могут увеличиться. Поэтому считаю, что вот эта проблема существует. И как бы мы ее не озвучили, но цены проекта смертной документации отстают от действительности. В Казахстане доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 60%. В Западно-Казахстанской области эта цифра в два раза меньше – лишь 31%. Есть такие дороги, которые мы в этом году построили, на следующий год уже надо ремонтировать. Заказчиком по городу является отдел лично-коммунального хозяйства и автомобильных дорог в городе Уральск. Там специалистов у нас один-два человека. Естественно, они не могут все это контролировать, вернее, не успевают все это контролировать. Отметим, что нерадивых подрядчиков заставят переделывать некачественные дороги за свой счет. Роман Копняев, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42.